В управлении первой городской управляющей компании сегодня находятся более тысячи домов, но с недавнего времени компания попала под жесткий контроль орловских властей. БГУК не платит по счетам ресурсоснабжающим организациям. Главное обвинение в ее адрес. Я думаю, что соответствующие органы проведут проверку и будет дана правовая оценка. Не стоит беспокоиться, потому что сегодня работа ведется и на контроле находятся как у губернатора, так и у городской власти. По словам Андрея Усикова, речь идет о двух организациях. Орловская теплосидевая компания недосчитала 164 миллионов рублей. На сумму в 65 раз меньше 2,5 миллиона претендует Интеррау Орловский энергосбыт. Однако в первой городской уверяет, поводов для беспокойства нет. Задолженности управляющих организаций перед Интеррау на сегодня нет. Все суммы, которые озвучены были в средствах массовой информации, они недостоверные. Каждый раз называются разные суммы. И здесь нужно отметить то, что управляющие организации не ведут прямых расчетов с населением, а Интеррау непосредственно само начисляет, выставляет квитанции и, соответственно, собирает денежные средства с населения напрямую. Тем не менее, свою обеспокоенность работой номерных ЖРЭУ вызвали обращения орловчан. В жилищной инспекции таких заявлений даже не десятки. Номерные ЗАО ЖРЭУ 1, 2, 3, 4, ну и плюс те организации, которые с первой городской управляющей организацией работают на договорных основах. Там, конечно, ситуация на сегодняшний день сложна не только в вопросах обеспечения надлежащего обслуживания, но там и сегодня к нам поступили, информация поступила от руководителей ресурсоснабжающих организаций, где вопросы оплаты за поставленные ресурсы практически сведены к нулю. По словам Юрия Горькова, у него на сегодняшний день есть поводы для тщательной проверки всех поступивших в инспекцию документов. Собственники решили уйти из тех управляющих организаций, в которых за должность 161 миллиона вновь созданы компании, которые они сегодня заявились на получение лицензии. Почему люди так относятся? 161 миллион с них собрали, денежные эти средства по целевому назначению не перечислили, и они так теперь легко соглашаются с тем, что вот новая компания, они получили лицензию, и мы пойдем теперь туда. Так как есть информация о том, что в настоящий момент первая городская управляющая организация получает лицензию на новые юридические лица, за должность может быть не оплачена. В связи с этим ресурсоснабжающая организация выражает особое беспокойство и просит взять ситуацию на контроль. Что же до переоформления документации на другие компании, то эту информацию в первой городской управляющей компании подтвердили. Но процесс этот, заверили, идет сам по себе и никак не связан с появившимися в СМИ данными о долгах компании перед другими организациями. Правовую оценку происходящему в ближайшее время даст прокуратура. Виктория Юркова, Олег Фомин, Сергей Руднев. Телеканал Первый областной.